Два человека становятся в центр круга и управляют самолётом. На конец самолёта привязана лента, которую надо срубить. Теперь такие полёты и соревнования останутся только в мечтах. Авиамодельный кружок в центре «Ровесник» закрылся, не дожив один год до своего десятилетия. Дети расстроены, родители тоже не понимают, как можно было оставить мальчишек без любимого занятия. Зря закрыли этот кружок, потому что дети там развиваются, что всё-таки не сидят ни в компьютерах дома, ни в телефонах. Грамоты приносил с большим удовольствием, было радости у него. Ему нравится запускать их, рассказывать с эмоциями. Преподаватель Вячеслав Носов сам всю жизнь мастерил и запускал модели самолётов и передавал свои знания подрастающему поколению. С детства я сам занимался вот этим моим моделизмом. Опыт большой, богатый. Пришло время, вот пенсионер, что бы не передавать молодому поколению свой опыт. Тем более, 9 лет он работал кружок. И почему вот каким-то рощерком пера нас обиженно так вычеркнули из этой системы. Вячеслав Носов рассказывает, изначально ему предложили временно уволиться, чтобы ровесник смог сэкономить на его зарплате в период летнего отпуска, из которого он так и не вернулся на своё рабочее место. Конец весны, лето, детей мало и прочие. По договорённости с администрацией было решено, чтобы я уволился, сделал индексацию пенсии и уже по осени устроился назад и дальше продолжал работать. Ну вот прошло время, пришла осень, начал устраиваться назад. Решение такое было, что полставки мои отдали. Вторая причина, почему Вячеслава Носова не взяли обратно – отсутствие педагогического образования. Хотя раньше это не было помехой для того, чтобы он обучал ребят авиамодельным премудростям. Ведь он передаёт им в первую очередь технические знания. А для этого его образование как раз подходит. Дети познают, как работать инструментом. Пилить, сверлить, точить, отвертками пользоваться, пассатижами. Собрать его самолёт из разных комплектующих, клеями, обтянуть, как это всё сделать. Это всё техника. А плюс ещё моторы разобрать, посмотреть. Он же такой же тоже мотор, как обычно. Это всё техника, это прогресс, который сейчас в нашем веке существует. Вот эти дети и познаются. Модельный курсовый развивается, так сказать. Вообще с техническими видами спорта у нас в Балакове большая проблема. Хотя для этого есть целая станция юных техников. А на УНВСи там аббревиатура, где администрация же видно написано. Станция юных техников. А что там находится? Кройка, шитьё, пляж, поют всё. Вячеслав Носов и родители, дети которых мечтают вновь заняться своим любимым делом, уже обошли всех чиновников и депутатов, которые могли бы им помочь. Ответ был один – нерентабельно содержать кружок. Но ведь им многого не надо. Нужно всего лишь вернуть в помещение, чтобы было где собирать и хранить самолёты. Помещение. Хорошо это было помещение. Потом нам подарили ноутбук. А как бы материалы и всё прочее, тут спасибо родителям. Всё, помогали. Я свои деньги, которые там пять тысяч получал, всё тоже складывал в этот кружок. Через неделю Вячеслав Носов опять идёт к главе Балаковского района Сергею Грачёву в надежде, что мечты детей о небе вновь станут реальностью. Он не может допустить, чтобы их самолёту подрезали ленточку, как проигравшему в этом соревновании.